Цель покорить Гиндукуш Ринат Шафиков поставил перед собой еще в 1992 году, когда выполнял в тех местах боевую задачу. Большая часть горной системы расположена в Афганистане, а самые высокие пики находятся в Пакистане. В 2011 году группа альпинистов, среди которых немало одинцовцев, совершила восхождение на главную афганскую вершину, на шаг. Первая в истории российского и советского альпинизма. 7708 метров – такова высота горы Тиричмир, главной вершиной Гиндукуша. Добраться до нее группа Шафикова пыталась неоднократно, но по разным причинам высота пока остается недосягаемой. По маршруту Москва, Исламабад, Читрал, Шахнияк – вершина Тиричмир. В этом году собираются отправиться четыре одинцовца, два уральца и два француза. Просто удивительная история. Эти французы позвонили в туристическую фирму в Пакистане и сказали, что мы хотим на Тиричмир с северной стороны. Туристическая фирма Пакистана сказала, что там были только русские в 2012 году и дали телефон Ренаду Ренадовичу. Цель поездки – испытать себя и принести пользу для страны, говорят альпинисты. За время похода они собираются снять два фильма. Один – о калашах, народе, живущем в районе Читрал, второй – о восстании в лагере Бадабер, во время которого погибли от 25 до 27 советских солдат. Самая главная, конечно, задача взять главную вершину Гиндукуша – Тиричмир. Обидно смотреть, что за нами эти вершины не закреплены. Мы их не взяли. Конечно, это обидно. Единственное, что мы закрепились на главную вершину Афганистана. Мы его взяли, два раза брали. Район мало изучен. Там и местные, я думаю, что не ходят там. Во-вторых, он действительно оригинален по своей сути. Если вы представляете, вокруг мусульманского мира находится свой мир еще с теми традициями, которых в мире-то нет. Это одна из точек язычества, вендизма. Плюс я слышал, туда греки ездят, хотят привлечь их в свою государственность. Молодый выходец из греков, там Александр Македонский еще ходил, и вот остатки его воинов остались там, в горах. Почему не голубые глаза? Вот и светлые волосы. Потом у них деревянные строения. Это интересно. 40 дней с 40-килограммовыми рюкзаками за плечами альпинисты в очередной раз будут испытывать себя на прочность. То, что возьмут с собой, уже знают наверняка. Списки, они уже составлены много лет назад, еще не нами, и не сильно они отклоняются по прошествии лет. Только оборудование становится более совершенным. В списке, как устав, писано кровью, поэтому их не забудешь. Тот, кто сходил, тот, кто пережил, это не забывается. Восхождение на Теречмир – испытание непростое не только в физическом и моральном плане. С финансовой точки зрения эта поездка не из дешевых. Я представляю, сколько вопросов возникает при подготовке подобного рода экспедиции. И обсуждая вопрос поддержки, у меня было обещано, что я проведу переговоры с руководителями крупных компаний. И если это удастся, то мы сможем реализовать финансовую поддержку от экспедиции. Нам удалось это сделать. Сейчас Пакистан уверяет, что полностью готов принять наших туристов. И хотя в некоторых районах, через которые проходит туристический маршрут, до сих пор находиться небезопасно, Одинцовские альпинисты уверены, в этот раз им удастся написать новую страницу в истории российского альпинизма. Евгения Августинан, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.